приветствую зритель и подписчиков канала V-Online и сегодня будет первый обзор где мне, сука, стыдно полностью поставить велосипед рядом с собой в кадре я придерживаюсь следующего принципа что если я вам про велосипед показываю, значит хайп его можно рассмотреть, да, с ним что-то хоть как-то, да, там могу поругать, это конструктивные моменты ну потому что это, блядь, пиздец, да, в некоторых моментах вы можете такие обзоры увидеть есть классные велики, где я рассказываю технические точки зрения, как они там, ну, где я там прикольные в них вещи и вот передо мной стоят возле помойки, блядь два охуительно новых велосипеда 2021 года и это, блядь, произведение искусства от немецких друзей это Куб, блядь я ничего против Куба не имею, поверьте мне правильно Куба это середина нашего рынка божественного да, это конкурент прямой Мериды, там, Фокус, Унивеги там, ну, огромное количество брендов которые есть на рынке, ну, вот Куба есть какая-то там своя политика, да есть какая-то линейка они там что-то разрабатывают, собирают собирают неплохо спору нет, в Германии, блядь, даже собирается, да, Куб у нас вот, и качество сборки претензии ну, там, ну, хера, естественно, там завод вылезан, да, вот полностью, и там, что там с качеством сборки может быть плохого ну, вот, мы имеем некий конечный продукт мы на него смотрим и дальше пытаемся понять я его, когда увидел, этот Куб я, честно, вот не вникал в линейку ну, то есть, ну, где-то есть Кубы какие-то, вот они когда-то в руки попадают ну, Куб и Куб, да я не вникал в линейку, не оценивал, что там происходит на рынке и когда увидел, я хуел, блядь ну, я объясню почему потому что, вот, в свое время Кубы вы зашли на рынок немецкое качество, там, стра-ля-ля-ля там, и была линейка, там, был аналог велосипеда да, был Attention, там, Acid был, LTD и, помню, дофига был LTD, что к ветер-бану ходила и была такая шутка, что вы покупаете 2 килограмма алюминия по той же цене, что люди обычно полтора продают то есть, это была реально тяжелая рама и в ней, ну, такого ничего резко примечательного не было но она ехала нормально, честно скажу LTD-шка ехала неплохо и был Reaction, Reaction это было, ну, то есть, это прям флагман был, да то есть, ты покупаешь Куб Reaction и ты получаешь продукт это было прям вверх, да, потом Reaction был карбоновый и, как объяснить, Reaction это как какой-то некий, там, флагманский сегмент вот я смотрю на Reaction 2021 года, думаю, блядь чё это за ху**я рядом висит Acid, и сутка на такой же раме я шел, думаю, не, блин, наебалово залез на сайт, полистал и, да, действительно, они сделаны на одной и той же раме и там очень всё красиво написано а мне же не похоже написано я такой думаю, да ну, блядь а давайте разберём, потому что там на сайте чётко написано там гидроформинг, мать его баттинг даже написано, одна труба с тройным баттингом баттинг это переменная толщина стенки не, ну, если, конечно, на старт взяли толстостенную, сука, водопроводную трубу толщиной, там, миллиметров пять сделали, закатали тройной баттинг но только, мне кажется, труба может быть ещё потоньше со стенкой быть в целом то есть, я не спорю, что может быть даже тройной баттинг только от чего он начинался какой-то чайной толщины стенки я это всё прочитал, думаю, в пизод посмотрю, да, и вот что я увидел вдруг кто-то, если знает немецкий язык, переведите какие-нибудь куски текста, да и пошлите к кому-нибудь там, пусть посмотрят, ребята мне кажется, куб худ колова на своего клиента она видит своих клиентов, дебил которые ведутся только на, сука, на красивую, покрашенный велосипед как объяснить, то есть, что человек пришёл за велосипедом, реакшеном он что там хочет увидеть? он хочет увидеть комплектацию что он, блядь, здесь видит? он видит, сука, втулку, которая даже не диоровская втулка он видит обычный обод что он там ещё видит? он видит шатуны 511 они, сука, в Шимане тоже они сделали систему с одной звездой весом 880 грамм или сколько там, 870 с одной звездой, блядь без каретки вес на велосипед реакшен человек хочет купить реакшен реакция это ездает темп с чем, блядь, с этими штунами килограммовыми дальше пошли вилка, блядь что за комплектация что у вас, слепые клиенты что ли, они покупают сильверовую вилку джуди это вторая вилка снизу в линейке есть рекон, блядь есть реба сид, сука раньше реакшенов было много в комплектации да, то есть а и сейчас вот про и тк такая 30 ходовая вилка и про он один в линейке и у вас нет права выбора на русские деньги он стоит 136 тонн следующий велосипед в линейке стоит 194 у меня возникает вопрос что между ними что эти, блядь не могли сделать ну два реакшена один вот такой хуй с ним опозорили саму лейбл а второе сделать покруче сделать его там с реконом в конце концов, блядь сделать его с штунами Dior или даже и SLX поставьте то есть такая линейка я думаю, что на реакшен можно ставить SLX ну, по крайней мере тот реакшен, который был раньше и тут я такой подумал, блядь дай-ка я разберу на велик что я там увидел, блядь конический шток сделан в раме, да и рамы используются только в ESID и в реакшене вот они двадцать передо мной и, сука, в обоих велосипедах прямой, сука, шток на вилках а вы нахуя сделали конический шток в раме? сука, в оба велика запихали чё? насыпную, блядь, рулевую сука, с переходником чугунным блядь, вот такая шайба ебаная сверху хуй блядь чё это, блядь это чё за пиздец вы тогда бы взяли въебали бы обычно стакан рулевой как в самой младшей раме чё вы выебываетесь? дропауты сука, двадцать первый год на дворе блядь, мне уже все предъявили за ось там, блядь вы говорите, что это не модно в 2005 мы там ставили эксцентрики вот 2021 реакшен, сука, на эксцентрики, блядь не, они иначе допетрили там в Германии все-таки вдруг они таки подумали но все-таки постмаунт вообще, ну, дерьмище, ебаная мы интернешн лучше сделаем и тормоз будет стоять через переходник ну, то есть, ну, хотя бы что там за качество в раме там потянуло, да? ну, дальше идем гидролиния лежит снаружи рамы то есть, проводка нужна только под одну рубашку а и дыры как зачем их там понаставили? вы не используете переключатели вы, вот если в этой комплектации у вас рама пойдет нахуя вы это понаделали? я велик разобрал, знаете, чем? чтобы узнать вес рамы охуеть, охуеть окончательно вы клиенты Куба, да? вы покупаете реакшен, блядь рама в Ростовке, я вам отвечаю весит две четыреста двадцать грамм мы каретку, может, не стали вытаскивать пресс-фит пластиковый там 80 грамм весит две четыреста двадцать хуй с ним м-ка весит две триста, блядь, да? две триста, мать его, весит стелс, блядь самый любой, блядь, похуй какой стелс, блядь я по-другому ему могу сказать лтд было кило девятьсот и говорили, что это тяжело реакшен был еще легче сейчас двадцать первый год и реакшен стал намного тяжелее, блядь тройной баттинг с таким весом нахуй нужен технический ролик стакана там толщина алюминия я когда его увидел внутри, я думаю ну как бы можно было бы себе замерить да, там на скидку миллиметров четыре или пять куда столько алюминия мы такие стояли еще такой ну вот там цвет там я говорю я конечно не ну как бы я не великий дизайнер да, я там в стиле в велосипедах может быть там не шарю но и велосипедок красивый, да? может быть там я топлю за угрюмый черный за серый там какие-то может быть красные да, там белые вот это вот дизайн современных велосипедов пиздец и вот это апогеи, блядь творчество куба это реально вот куда это годится я полез думаю, блядь на следующем году что-то изменим вам нос, блядь господа такое еще выпускают комплектация опять же нищебродская цена непонятная ну цена, ладно, хуй с ним можно к ней не привязываться просто сам продукт опустим стоимость велосипеда опустим его сегментирование да, до 8 сделают скидку он будет стоить 90 но цена не сделает из этого велосипеда как таковой продукту в этом реакшене нет вы получаете убогую вилку вы покупаете еще просто там нет рулевой по сути там вот такие шары которые использовались в 19 веке вот точно такие же шары там используются вы получаете самые убогие шатуны вы получаете убогие технологии в раме тяжеленной раме вы получаете убогий подседельный штырь вы получаете самые грипсы которые можно только найти на рынке то есть как бы на форварде за двадцатку грипсы лучше стоят и все это вы говно получаете в реакшене в реакшене они две рамы сделали они сделали раму дешевле которые там attention аналог там прямой шток этот велосипед даже честнее сука то есть вот куб с прямым штоком он потребитель он честнее он просто говорит во мне нихуя технологии я вешу два с половиной килограмма я не пытаюсь наебать своего клиента вот этот велосипед сам за себя это говорит у меня сам простые технологии потому что я покупаю там за 50 за 60 тысяч рублей это так оно и есть ну реакшен который с коническим штоком с кричащими словами на сайте весит дохуище спасибо за внимание мы пойдем дальше работать с велосипедами если вы думаете что наше мнение имеет право на жизнь ставьте лайки этому видео делайте репосты показывать своим друзьям и знакомым оценку оценку продукта оценку продукта тех людей которые видели продукт раньше которые ремонтируют этот продукт и которые знают как оно должно быть сделано вот этот reaction вызвал мою реакцию соответствующую тому продукту который сделали в компании СЮП до скорых встреч он в церкви как он киев это который это это что это что что что